Нереализуемых задач нет. Политики и деятели культуры высказали свое мнение о докладе посланий главы республики Рашида Тимрезова. Как будут реализовать послания из задачи и о расставленных акцентах, расскажет Альбина Ламкова. Вслед за посланием участники делятся друг с другом впечатлениями доклада главы региона Рашида Тимрезова. Обсудить и есть, что спектр вопросов, которые предстоит решить, широк. Впечатляет и проделанная работа. Емко, интересно и содержательно. Так начал свой комментарий спикер парламента Корчаева-Черкесии Александр Иванов. Он отметил, насколько детально Рашид Тимрезов озвучил ключевые задачи в социальной сфере. Глава республики Рашид Борисбеевич Тимрезов является членом высшего совета партии. Он идет этим курсом, реализуя эти задачи, программные задачи партии «Единая Россия». И я думаю, что всем присутствующим было интересно увидеть, сколько сделано в республике. Поручения, которые были даны, мы, конечно же, рассмотрим в качестве законодательных инициатив главы республики по повышению денежного содержания выплат на второго и третьего ребенка. В сфере строительства проделана значительная работа. Предстоит еще больше воплотить в жизнь. Большое внимание уделено вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства. Ну, это само собой, потому что любая отрасль экономики, любое направление социальной сферы – все это основано на объектах капитального строительства. Сил ресурсов, конечно, у строителей хватит. Значит, при соответствующем сегодняшнем состоянии финансирования – федерального, регионального, где-то там муниципального. Поэтому, я думаю, что тот темп, который сейчас набран, он дальше будет идти, и это все обозначено в перспективной части доклада. Вдохновил доклад-послание заслуженного артиста Карачаева-Черкесии. Очень приятно, что работникам сельской местности в сфере культуры будет облата 5000, в размере 5000. Это каждый рубль – это очень большая значимость. Есть информация о том, что будет свой симфонический оркестр в нашей республике. Значит, есть актеры, драматический театр. Я думаю, что его, конечно, реконструкция будет обязательно. Мы все в ожидании то поле, где мы будем это все показывать нашим жителям. Важно, что, как и прежде, уделять большое внимание социальной сфере – семье, здравоохранению и образованию. А особенно в это непростое время, отметил участник мероприятия. Очень приятно, что большая часть доклада была посвящена именно социально значимым проектам. В условиях пандемии, которая нас застала с прошлого года, очень важно, что Рашид Порисович подчеркнул. И реально реализовалось то, что мы сохранили темпы развития в республике. Хотя по сравнению с достаточным количеством регионов это было очень сложно сделать. Сегодня четко был услышан посыл главы республики о том, что взаимодействия исполнительной власти, законодательной власти, партийного актива, они должны лежать в приоритете. Мне особо приятно, что он большую часть своего выступления уделил здравоохранению. Дело в том, что мы все знаем, что прошлый год был очень тяжелый. Мы боролись все с пандемией. И я, как человек, проведший 220 дней в изоляции, в карантинной зоне, хочу вам сказать, что мне было очень приятно наблюдать, что не только была забота о соматическом здоровье населения, но и о социальном благополучии населения. Рашид Порезбеевич обозначил ряд задач по защите окружающей среды. Эта работа тоже имеет большое значение для благополучия населения. Благодаря инициативе главы нашего региона по участию Карачао-Черкесии в нацпроекте «Экология» закрыты многие актуальные вопросы в части экологии. В ходе делано большое количество работ, но нам еще предстоит много сделать. Каждый из присутствующих отметил, что представленный доклад послания ярко в сопровождении видеоматериала показал, насколько эффективно работают власти в решении задач, направленных на благосостояние населения республики. Глава также затронул взаимодействие органов власти с гражданским обществом. Это очень дорогого стоит. Гражданское общество – это общественные организации, в том числе и национальные общественные организации. Наш глава республики умеет строить конструктивный диалог с гражданским обществом в республике. Очень тесно строить взаимоотношения, в том числе и с лидерами национальных общественных организаций. А у нас, как вы знаете, это тоже такой нелегкий вопрос. Я позволю себе сказать, нас каждый, кто не первый, тот и не второй. С каждым разом ставится все больше новых задач и целей в перспективе развития республики. И все они воплощаются в жизнь. С этим не мог поспорить никто. А мы, пожалуй, одни из последних, кто покидает данную церемонию. Нужно сказать, что из большинства комментариев специалистов разных областей, общественных деятелей, по докладу посланию главы регионов, следует отметить, что руководство республики трезво оценивает риски, угрозы и возможности, которые сформировались в этом непростом году. И для того, чтобы успешно реализовать принятые решения, поставленные задачи, важна сбалансированная деятельность всех ветвей власти. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Рашид Токов. Вести. Карачаево, Черкесия.